здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на блог меня зовут дмитрий здесь мы говорим про виски обсуждаем виски дегустируем виски что у нас сегодня сегодня в отличие от всех других моих передач выпусков мы говорили там шотландских односолодов виски сегодня мы поговорим о бленде шотландском бленде что такое blended виски все вы наверно знаете blended виски или купажирного виски это виски который сделан из смеси от солодовых спиртов солодовых виски и зерновых виски зерновых виски это значит в основном сегодня используют для для купажей это кукурузные виски качестве зерновых виски и очень редко ржаные очень редко пшеничная вот потому что в общем то производство ржаных виски сегодня очень мало где производят на самом деле хорошие ржаные виски есть в америке несколько винокурин которые дистиллерии которые производят ржаные виски выпускает их как ржаные виски но это очень редко вообще индустрия ржаных виски была очень развита особенно в штатах до сухого закона после сухого закона к сожалению было по естественным причинам закрыты они все дистиллерии и после того как вернулся сухой закон тому времени уже американцы привыкли пить купажи то есть бленды которые заводили контрабандным путем из канады заводили контрабандным путем из шотландии вот и поэтому американцы привыкли уже более вот такому раундов вкусу то есть без углов мягкому и после отмены сухого закона в общем то не вернулась вот это вот производство ржаных виски несколько сегодня производят как я сказал но небольшая поэтому сегодня обычно большинство виски когда мы говорим о зерновых виски в купажах то мы говорим о кукурузных виски причем кукурузные виски в шотландской индустрии производства используют в основном и импортные то есть также завозят их из америки в основном вот не местные солодовые спирта конечно же местные вот зерновые что еще вам хотел сказать в общем то хотел признаться я когда несколько лет начал пить виски я вдруг в одной части превратился в такого знаете сноба и говорил всем что я пью только одно солодовые виски я не признаю бленды вот сегодня конечно я поменял свою точку зрения на это есть несколько причин одна из причин это то что на сегодняшний день сказать вам честно не встречались очень много солодовых виски односолодовых виски которые поскольку как мы уже говорили спрос на односолодовые виски сегодня растет из года в год вот очень много выходит новый честный то есть так сказать невозрастные виски которые являются по сути молодыми там четырех пятилетней выдержки и зачастую качество этих односолодовых виски она оставляет желать лучшего если не сказать если сказать мягко вот и сегодня как бы перепробовав определенное количество виски различных я скажу что многие из этих односолодовых виски я бы предпочел пить хороший блэнд качественный допустим джонни уокер black label я считаю очень качественный блэнд тот же hanky banister что у нас сегодня вообще сегодня у нас вот эта бутылочка называется это hanky banister 12 лет выдержки рейдженси это один из шотландских виски которые находятся так сказать вне радар это не разбрендованно бренд который как к джонни уолкер кальчиво среду g&b или прочие которые выпускают десятки миллионов бутылок в год и которые можно найти в любой точке планеты вот это более такой бленд который всегда был качественным блендом но он как бы вне радара и хорошо что так потому что за ту качество которую мы получаем за ту цену которую мы платим за это виски пускай так она остается пускай он будет вне радара вот и хотел бы еще сказать конечно друзья пробуйте 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 потому что мы с вами находимся на я бы сказал таком пути открытия то есть мы пробуя новые напитки конечно на этом пути мы можем столкнуться какими-то неудачами разочарованиями что-то нам не понравится но это единственный путь узнать и открыть новые вкусы новые получить новый опыт я бы сказал без этого просто мы не можем этого получить поэтому есть много достойных блендов которым периодически надо возвращаться это дает вам как говорят на английском point of reference то есть это дает вам какую-то точку отправную то есть вы допустим пьете бленды бленды single malt и односолодовые там blended malt и постоянно возвращайтесь периодически к блендам это дает вам определенную это другой другой другая среда я бы сказал то есть питье односолодового виски питье бленда это совсем другая среда но тем не менее есть масса классных блендов ну давайте поговорим хэнки банстер хэнки банстер что у нас возникла в 1757 году по моему очень старое в общем-то производство сегодня владелец это эндер house distilleries так называемый вот основатели бленда были бермонт бермонт хэнки и их банстер они были основатели они брали зерновые спирта из лоуленда тогда в те времена из региона лоуленд смешивали их с солодовыми спиртами из хайланда и спейсайда вот и получали великолепный продукт хэнки баннистер у них есть в линейке несколько у них есть обычный хэнки баннистер такая красненькая наклеечка это обычный классик так называемый есть хэнки баннистер distillerie choice по-моему называется хэнки баннистер регенси двенадцатилетний у нас есть пятнадцатилетний нет пятнадцатилетнего нету простите двадцать один год двадцати пятилетний и очень старый сорокалетний хэнки баннистер тоже есть он в продаже достаточно дорогой насколько я помню на войске экченч он стоит порядка 800 долларов 800 фунтов стерлингов за бутылку вот но это уже совсем совсем так сказать дорогие сорта давайте продегустируем вы знаете у него сразу бросается вот это вот оттенки то есть когда вы нюхаете бленд доминируют доминируют кроме кроме тех блендов которых входит в состав уходят солодовые спирта которые торфяные там у вас такие как например teachers highland cream там почти сорок пять процентов что очень большое большое содержание солодовых спиртов и солодовые спирты которые в основном используются там это ардмор так вот там сразу это бросается в нос вот это вот торфяная именно нотка торфяная нотка и нотка вот именно солодовая здесь конечно у нас сразу бросается зерновая нотка кукурузная в частности бурбонная такая нотка но при этом у нас есть свежие фрукты зеленый банан такой интересный этот самый такой банан но зеленый недозревший мягкие такие специи у нас немного корицы сладкий имбирь цветочная тона у нас присутствует здесь конечно же такие чистые нотки чистые нотки вот такая вот эта но при этом при этом качественно нет вот этой вот сивухи нету то есть они не такие может быть сложные и разнообразные как тона односолодовых но при этом все такое смягченное все округленное и очень очень такое вкусняшка такая давайте попробуем на вкус шикарно шикарно абсолютно 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 шикарно я вам скажу на вкус свежие фрукты у нас на вкус идут у нас на вкус сухофрукты сразу вот эти вот именно нотки изюм изюм наверное вот эти вот все причем на вкус у нас больше он чувствуется как односолодовый чем чем на запах при этом абсолютно явные нотки выражены именно вот Highland Spaceside при том что Inverhouse Distilleries у них в их так сказать портфолио есть пять по-моему если я не ошибаюсь пять дистиллерий в Шотландии причем в Spaceside и в Highland вот у них есть Полтни у них Балблеер которая великолепная дистиллерия на севере находится у них есть Unnock у них есть Speyburn и что у них еще есть Bellmanach по-моему если я не ошибаюсь не возьмите меня так вот как раз именно нотки Bellblayer тут присутствуют очень даже и шикарный вкус я еще с вашего позволения очень хороший финиш у него не глубокий но такой но он присутствует он такой легкий чайный такой черный чай я бы сказал черный чайный финиш великолепный виски давайте дадим ему оценку и оценку я ему дам высокую потому что он этого заслуживает на мой взгляд вот 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 это оценка я считаю абсолютно заслуженно 91 из 100 великолепные виски очень-очень советую при том что цену которую я купил я недавно его обнаружил на самом деле в одном магазине вот И у меня такое подозрение, что они немножко ошиблись с ценой. Хотя цена забита в компьютере, все как бы правильно. И поскольку я не так давно смотрел обзор этого виски, читал про него. Но у него, к сожалению, у нас был обычный Хэнки Беннистер, который я тоже уважаю и считаю хорошим виски, но такой попроще. Я вдруг увидел на 12-летний именно Риджинсей. И когда я посмотрел на цену, то оказалось, что она почти в два раза ниже, чем столько, сколько она стоит в Англии, потому что я проверил, сколько она там стоит. Поэтому я сразу купил несколько бутылок. Скорее всего, я куплю еще, пускай стоят, потому что цена была просто смешная. Очень рекомендую, великолепный напиток. Хотел вам еще сказать, друзья, не зацикливайтесь. Зацикливайтесь. Я уже говорил это, но и повторюсь, и как бы уточню, что я имел в виду в этом плане. У меня есть масса знакомых, которые, ну не масса, но какая-то часть людей, я встречаю людей, разговариваю с людьми на эту тему, которые говорят, вот я там нашел для себя виски, он мне очень нравится, вот я его и пью. Или там, я вот этот коньяк, вот только его я и пью. Это неправильная позиция, это совершенно-совершенно неправильная позиция, потому что, если вы будете пить только один вид, ну, во-первых, это скучно. Во-вторых, вы ничего, настолько есть много хороших действительно вещей, и большая часть из них, если мы сами не попробуем и не откроем их для себя, никто нам не откроет. При том, что сегодня вы можете, увидев что-то новое в магазине, вы можете спокойно зайти в интернет, слава богу, мы живем во время интернета, когда можно получить любую информацию, нажать на кнопку, набрать в поиске и посмотреть, что, какие отзывы, что люди говорят об этом. Не заходите на официальные сайты, на официальных сайтах у вас будет все великолепно, все красиво, самый лучший виски, самый лучший коньяк и прочее, прочее. Заходите на форумы, заходите на какие-то видеообзоры, которых масса, заходите еще куда-то, смотрите. Если вы сами это не откроете, никто для вас это не откроет. И мы, к сожалению, пропустим много вкусов новых каких-то открытий для себя, которые могли бы не пропустить, если бы мы пробовали. Вот, в общем-то, на этой философской нотке я сегодня хотел закончить. Пейте ответственно, пейте мало, пейте качественные продукты. Спасибо за внимание. Меня можно найти здесь. Увидимся.